Почему дети медленно тупеют? Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин. В этом видео попробуем по шагам разобрать этот феномен. Итак, поехали! Я думаю, что никто из вас со мной не будет спорить о том, что одна из главных причин – это гаджеты. Давайте разбираться. Во-первых, почему мы все дружно, особенно дети, подсели на гаджеты? Мы с вами можем обравдать себя тем, что у нас работа, мессенджеры, переписки в гаджетах, в телефонах, планшетах и так далее, но почему дети проводят бесконечное количество времени там, почему невозможно у ребенка отобрать телефон или планшеты, это приводит к истерике. Давайте разберемся, почему ребенок так к этому привязывается. Причина очень простая. Мы физиологически, эволюционно любим потреблять новую информацию. То есть, представьте, древний человек сидит где-то на травке и где-то краем глаза увидел, что трава как-то колышется. Его организм устроен так, чтобы послать сигнал и его внимание на эту новую информацию направить. Почему? Кто может там шевелиться? Например, это какой-нибудь саблезубый тигр, который потенциально человека сожрет. То есть, эволюционно мы хотим потреблять информацию и наш организм выделяет определенные вещества, которые доставляют нам удовольствие от того, что мы потребили эту информацию. То есть, мы определились, что наш организм настроен на то, чтобы потреблять информацию и получает от этого удовольствие. Что же представляет из себя гаджет? Ну, либо на примере соцсетей ТикТока, например, который так популярен среди людей. Почему эта соцсеть настолько популярна? Потому что ребенок смотрит 15-секундное видео, редко на целую минуту, и фактически его потребность в получении информации удовлетворяется. То есть, он получает выброс дофамина, получает удовольствие. Ну, а поскольку информация веселая, информация легко усвояемая, информация, не требующая интеллектуальной нагрузки для того, чтобы ее усвоить, то, соответственно, ребенок на нее подсаживается. Фактически, это такой наркотик, когда ребенок листает ленту, смотрит на эти короткие, веселые, невеселые видео, которые вызывают эмоции и которые дают выброс дофамина. Также, в принципе, работает и наша с вами психика, поэтому мы так любим Инстаграм, так любим Ютуб, хотя Ютуб в меньшей степени, потому что видео более длинные, нужно включаться, нужно размышлять, нужно погружаться в эту информацию. Итак, мы разобрались, почему гаджеты вызывают зависимость, теперь разберемся, почему дети тупеют. Давайте сначала определим, что такое умный человек в бытовом плане. Я думаю, у всех представления примерно одинаковые. Это человек, который может принимать решения, анализировать информацию, большое количество информации, сравнивать. Этот человек достаточно эрудированный, у которого есть в голове определенный набор информации, с которой он может работать, принимать, повторяясь уже верные решения и так далее. То есть, фактически, умный человек, это тот, кто может с интеллектуальными объектами у себя в голове работать. Причем, чем более сложными объектами, тем, соответственно, он умнее. В чем проблема гаджета? Поскольку информация очень, грубо говоря, тупая, у ребенка атрофируется навык работы со сложным интеллектуальным объектом. Смотрите, потребление информации. Одно дело, когда ребенок получает удовольствие сложным способом, тот же дофамин. Например, какая-то сложная олимпиадная задача, та же информация, он ее решил и получил удовольствие. То есть, сложная проблема, то, что называется сложный дофамин, сложное удовольствие, он ее решил, победил, получил удовольствие. С другой стороны, вот эта простая, тупая информация, которая, в принципе, дает тот же уровень дофамина, тот же уровень удовольствия. И, фактически, ребенку нужно выбрать между большим напрягом и таким же уровнем удовольствия или маленьким напрягом и таким же уровнем удовольствия. А поскольку наш мозг очень ленивый орган, если вы знаете, при массе примерно 2% от массы нашего тела, мозг потребляет от 20 до 25 процентов всей энергии нашего тела. Поэтому организм устроен так, чтобы мозг не перенапрягать. Фактически, если можно выбрать более легкий путь, то выбирается более легкий путь. Поэтому у ребенка полностью атрофируется навык работы со сложной информацией. Вторая серьезная причина, почему современные дети тупеют, это переход медленный, ну а периодически из-за определенных событий и резкий на дистанционное обучение. Чем плохое дистанционное обучение? Тем, что даже большинство взрослых не могут самомотивировать себя, не могут делать что-то без каких-то жестких рамок, без того, что их подгоняли. Посмотрите вокруг себя, какой процент людей, то, что называется достаточно успешный, каких-то спортсменов, бизнесменов и так далее, которые сами могут себя мотивировать, делать то, что, соответственно, их никто не заставляет. У ребенка с этим значительно сложнее. Понятно, что когда ребенок сидит один дома перед компьютером и вокруг бесконечное количество отвлекающих факторов, тот же гаджет, тот же компьютер, то сохранить свое внимание практически для ребенка невозможно. Одно дело, когда в классе учитель жестко следит, телефоны у детей отбирают, фактически ребенок находится в условиях, когда раздражителей минимальное количество, когда он помещен в те условия, где единственная деятельность, которая в принципе возможна, это как раз таки обучение потребления необходимой информации. Другое дело, квартира, компьютер, свободная, расслабленная обстановка. Естественно, процент детей, которые смогут самостоятельно направить свое внимание, он минимальный, и поэтому большинство детей будут тупеть. Третья причина, почему дети глупеют, это изменившийся формат общения. Все больше общения современных людей, ну и детей, в частности, перетекает в формат мессенджеров, соцсетей и общения через гаджетов, а не напрямую. В чем особенность такого общения? Ну, во-первых, оно менее эмоционально, то есть мы не считываем невербалику другого человека, нам не нужно контролировать его состояние, эмоциональный уровень, мимику, жесты и так далее. С другой стороны, такое общение нам очень легко прекратить. Если нам что-то не нравится, мы просто фактически прощаемся с человеком, можно человеку написать какую-то грубость, зная, что ничего нам, скорее всего, за это не будет. Человек физически далеко. Дело в том, что взаимоотношения людей, общение, это очень сложный интеллектуальный процесс, когда нам нужно смотреть на эмоции другого человека, когда нам нужно прощупывать границы, то есть, когда мы ругаемся, миримся и так далее. Это все сложный интеллектуальный процесс. Гаджеты это очень сильно упрощают и, соответственно, наш мозг не включается, наш мозг деградирует. И, соответственно, совет, поэтому старайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок больше общался с детьми вживую. Водите его на какие-то кружки, на дополнительные секции. Чем больше живого общения будет у ребенка, тем, соответственно, лучше будет его мозг развиваться. Вот такой перечень из четырех причин мы для вас подготовили. Если вы знаете еще какие-то причины, то обязательно пишите их внизу в комментариях. Ну и предлагайте идеи для следующих роликов. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Пока-пока.